Друзья, мэрия Москвы по недосмотру слила в сеть секретные объекты явочные квартиры ФСО, ГРУ и службы внешней разведки. Теперь эти данные оказались уже в руках западных спецслужб. Что они будут с этим делать? Почему такой случился конфуз? Российский пилот с позывным Гавр сбежал в Дубай, сдался американской разведке. Это ли начало на самом деле? А уже есть информация о том, что пилота операции «Синица» хотят ликвидировать. Это тоже уже публично все пропагандистские каналы написали. Но издание «Политика» обнародовала секретный план Госдепа по Украине. Там будут бороться с коррупцией. У меня в гостях известный спикер, бывший сотрудник ГБ внешней разведки Сергей Жирнов. Сергей, приветствую вас. Привет, Даша, и привет всем нашим зрителям. Сергей, ну тут, конечно, без вашей оценки не обойтись, потому что произошел такой скандал. Значит, секретные объекты, явочные квартиры ФСО ГРУ и СВР стали достоянием общественности, публичной. Мы знаем о том, что обширная слитая база явочных квартир и секретных объектов российских спецслужб стала доступна западным спецслужбам американской разведки. Сейчас хакеры уже поработали. Она уже недоступна, но всю базу западной разведки уже скопировали. По сути, это была гостайна по электричеству. Журналисты нашли списки секретных объектов в открытом доступе на сайте администрации любого региона России. Есть документ со сложным названием «Перечень потребностей электрической энергии». Там все и было. Как вы, как экс-шпион, это оцениваете? Вот этот вот масштабный скандал. Ну, во-первых, это, конечно, скандал. Это огромный скандал. Но, вы знаете, вы правильно сделали, что задали мне этот вопрос, потому что я организовал первый такой скандал в 2000 году. Расскажи. Когда у меня были разборки со службой внешней разведки по поводу моего диплома. Они хотели меня взять обратно на работу, а я не хотел. Я устроил им историю с моим КГБшным дипломом. Люди могут почитать это в интернете. Описано довольно подробно. И на моем профиле, например, в ProZero.ru я там написал очень много на эту тему. Я тогда написал статью. Называлась она «Дом, который построил Штирлиц». И она возникла вот каким образом. Значит, в 1998 году, это заря интернета, тогда еще интернет был еще слабо развит. Мы тогда еще пользовались модемами 254К. Вы такого даже не знаете. Это вещи такие, это каменный век вообще в интернете. Вы себе не представляете, какие были скорости, как это все было медленно. Мы там занимались этим интернетом по ночам. Ну ладно, это отдельная история. И значит, хожу я по интернету, и вдруг я на сайте мэрии Москвы, Лужковской тогдашней, попадаю на материал, который говорит о том, что мэрия занимается картографированием города Москвы и пригорода. Для того, чтобы, значит, вот как в Google Map, значит, выкладывать вид сверху аэрофотосъемка Москвы, чтобы, значит, москвичи любовались там всякими там прелестями Москвы. И в заголовке для этого материала я смотрю на фотографию и падаю с кресла. Буквально падаю с своего кресла 1998 год. Я смотрю на эту фотографию и вижу там Ясенева, штаб-квартиру СВР. Потому что или бывшую штаб-квартиру первого главного управления КГБ СССР. Значит, я себя бью там по прессам и говорю, что со мной происходит, верно ли это или неверно. Но я-то знаю, где я служил в первом главном управлении. То есть я нахожу эту фотографию, а она выложена просто в качестве примера, вот как может быть там выглядеть вид сверху на какие-то объекты Москвы и Подмосковья ближайшего. И я беру себе эту фотографию на свой сайт. У меня тогда маленький-маленький сайтик какой-то я себе сделал. И выкладываю эту фотографию в качестве супер-пупер. Потому что я просто не придумываю фотографию, а я объясняю, что это изображено на этой фотографии. И даю ссылочку на сайт мэрии Москвы. И у меня на этом сайте есть возможность смотреть, кто ко мне ходит. И ко мне за сутки пришли все разведывательные службы всего мира. С официальных сайтов. То есть сайт FBI, CIA, МОСАД и так далее. Все абсолютно. Турция, Египет, я не знаю, Китай. Все-все абсолютно пришли на мой сайт, посмотрели на это дело. А дальше я, чтобы поиздеваться над СВР, я начинаю, сделал, значит, такое маленькое журналистское расследование. То есть я покопался в базе данных московской мэрии. И вдруг я попадаю на документы, которые официально опубликованы на сайте московской мэрии по поводу строительства объектов жилья для СВР. И там прямо написано, что по такому-то адресу, вот на такой-то улице строится дом для сотрудников СВР. И, значит, в этой статье я пишу, что, ребята, все на сайте московской мэрии выложено с адресами, с номерами домов. То есть просто ЦРУ или ФБР, просто достаточно американскому посольству поставить машину, сфотографировать там за сутки всех людей, которые ходят в этих домах. Соответственно, эти люди ведь ходят за покупками в магазины. То есть вы можете познакомиться со всеми женами, со всеми детьми, со всеми родителями, со всеми там тещами, с детьями, с векрами, с векровами сотрудников службы внешней разведки. И все это в открытом доступе на мэрии Москвы. И привел четыре, по крайней мере, документа с адресами откровенными. То есть на самом деле ничего нового нету под Луной. Дальше они это ушли. И когда пришел Путин, то частично начали закрывать какую-то секретную информацию. Но я вам напомню, 2018 год, значит, покушение на Скрипалей и организация Bellingcat, которая была тогда никакой не организацией. Их было три безработных и два пенсионера. Значит, три безработных, там, Великобритания, Голландия и Германия, и два пенсионера, которые просто от нефига делать, вот просто от скуки, решили, дай-ка мы покопаемся в базах данных, которые доступны. И нашли в интернете огромное количество слитых пиратских баз данных, которые мы, кстати, на самом деле, вот еще тогда, когда я жил в Российской Федерации, до 2001 года, на Митинском рынке, значит, покупали на сидишниках любую базу данных. Любые адреса всех, кого угодно. Любые телефоны всех, кого угодно. И так далее, и тому подобное. И Bellingcat в 2018 году нашло это вот в этих мышкиных, башировых, с адресом их воинской части на Комсомольском проспекте, с их домашними адресами, с их номерами паспортов, с их, значит, номерами автомобилей, с их воинскими частями, частями, где они проходили службу. В Одноклассниках и ВКонтакте получили фотографии их сослуживцев, значит, части, где они числятся на досках героями России. Значит, чуть ли не приказы о присвоении им этих званий и почетных там всяких медалей, орденов. То есть, на самом деле, в России это давным-давно существует. Все базы, секретные данные, ФСБ, ГРУ, СВР давным-давно сливаются. Я для смеха регулярно раз в год гуглю просто службу внешней разведки и собираю все документы, которые являются публичными. Значит, Нарышкин, его личный номер налогоплательщика. Вот помните, это было на прошлой неделе, когда слили историю о том, что семья Нарышкина владеет 23,5% в какой-то там агрофирме и продают гречку в Соединенные Штаты Америки, в Западную Европу. То есть, начальник службы внешней разведки является бизнесменом, и его там жена, его дети получают бабло от продажи сельскохозяйственной продукции в странам НАТО, с которыми Российская Федерация и этот Нарышкин говорят, что они ведут какую-то войну. То есть, на самом деле, здесь ничего нового нет. Это бардак абсолютно путинский, абсолютный бардак. Абсолютное предательство. За деньги сливают абсолютно все. И, конечно, там новая база – это очередной скандал. Но, как видите, я начал со своих скандалов с 1998 года и 2000 года, и 2001 года, когда уже тогда можно было получить какие-то секретные данные. Причем эти секретные данные сливали все официально, законно. Потому что, вы же понимаете, служба внешней разведки является официальным государственным органом. Когда она что-то строит, допустим, или когда она покупает себе какое-то снабжение. Я не знаю, свои столовые, свои магазины, свои детские сады, свои какие-то школы. Им надо снабжать. Они обязаны по российскому законодательству объявлять тендер государственный, открытый. И они говорят, что служба внешней разведки ищет поставщика своей столовой. И поэтому ФБР может им продать там, я не знаю, отравленных какого-то там мяса и перетравить всех сотрудников этого самого СВР, выиграв тендер, государственный тендер на поставку им какой-то продукции. Это вот реальность путинской России. Да, как она есть, это точно. То есть, государственная тайна, тут написали, все ждем уголовных дел против Сергея Собянина и губернаторов остальных регионов. Именно их подписи стоят под документами с секретными адресами. То есть, сведения об обществе. Даже, даже извините, не будет никаких уголовных дел, ничего не будет. Потому что, да, под их, под этими документами стоят подписи, но документы все официальные. Вот точно знаешь, как я нашел на сайте службы внешней разведки, на сайте Московской Мерии, потому что они должны быть официальными, потому что иначе нужно принимать специальное законодательство, менять законодательство, кстати, закон о внешней разведке, менять еще кучу нормативных актов, чтобы все делалось секретно. И все равно, даже если вы сделаете это секретно, все равно все сольют. Да, хотите узнать адреса конспиративных квартир СВР, секретных военных объектов или зданий ГРУ и ФСБ? Пожалуйста, все очень легко и просто. Вот, знаете, как говорится, реальность. Еще интересная тема, Сергей, вот в этой программе. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите комментарии, откуда вы нас смотрите, подпишитесь на YouTube-канал от Сергея Жирнова, на YouTube-канал Даша Счастливая. А если вы смотрите у нас телеканал «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться. У нас всегда такая инсайдерская информация, все секреты от Сергея Жирнова. Значит, вот информация следующая, что российские... Извините, Даша, я чуть-чуть еще последнее, последнее слово. Когда я опубликовал тогда эти статьи, кстати, еще одна статья была про Академию внешней разведки. ФСБ возбудило против меня три уголовных дела по разглашению государственной тайны. И ни одно дело не дошло до суда. Ни одно дело не дошло до суда. Но тогда еще были вегетарианские времена, потому что тогда еще просто не сажали просто за то, за что нельзя было посадить. Но я, кстати, в 2000 году, в 2001 году понял, что мне то ли патроны подбросят, то ли наркотики подбросят, то ли порнуха какую-нибудь подбросят и посадили в тюрьму. И поэтому смылся в 2001 году из России. Да, в Париж. Видите, против Сергея Жирнова открыли три уголовных дела, а просто в Сергея Стабянина мэра Москвы откроют зе-го, зе-го, зе-го. Как говорится, почувствуйте разницу, друзья. Но у нас, Сергеем, никогда не бывает зе-го. У нас всегда 100%. И следующая тема. Значит, российский летчик авиационной эскадрильи Росгвардии, старший лейтенант Гавриченко, кстати, у него говорящая фамилия украинская, позывной Гавр, сдался посольству США в Дубай. Тут такой интересный момент. Почему летчика во время войны отправляют в Дубай на отдых? Ну, понятно, что, как говорят россияне, Дубай – это дружественная страна. Но вот он летит в конце сентября в отпуск. Значит, он вместе своей семьей решил провести в Дубай Дневных Арабских Эмиратах. Как пишут, одурманенный воздухом свободы, Гавриченко решил кардинально изменить свою жизнь. Вместо аэропорта конечным пунктом своего путешествия выбрал американское посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Гавра заявил американским дипломатам, что он отказывается воевать и выразил готовность к сотрудничеству. На данный момент ФБР проводит полностью анализу, а ФСБ допрашивает сослуживцев. ФСБ обыскивает личные вещи, Гавра. ФСБ осматривает мобильные телефоны, ну и, естественно, что ФСБ истерика. Мы с вами помним, как экс-сотрудник ФСО сбежал из Казахстана, если я не ошибаюсь, и дал интервью. Мы с вами вспоминаем, как экс-сотрудник ФСО в Крыму тоже дал интервью, где рассказал о личных тайнах Путина, президент его во временном Крыму, и о том, как они Валентина Митвенко дарили телевизор, ну и сколько было охраны, почему Путин на самом деле не прилетал, а все приезжал поездом или чем-то еще другим, там были разные моменты, и они постоянно это все контролировали. Сергей, как вы оцениваете вот эти вот события? Это пока что одиночные звоночки, или это на самом деле как бы будет уже система, и что будет с такими людьми? Я думаю, что самые умные люди уже поняли, что корабль тонет, что это Титаник, и что с Титаника надо бежать. И это правильно, и они молодцы, потому что они доказывают, что у них еще голова работает, потому что просто есть другие, которые либо идиоты, вот, либо, ну, есть, вот когда я говорю, что там все умные люди убегают, мне регулярно под нашими эфирами пишут какие-то комментарии, в том смысле, что не все могут убежать, потому что сами-то они могут убежать, но родственники у них остаются, у кого-то там, я не знаю, мамы, папы, больные, лежачие, которых нетранспортабельные, которых вывезти никуда нельзя, это, конечно, проблема. А все, у кого нету таких родственников, лежачих, которые рискуют потом стать заложниками, против которых могут быть какие-то репрессии, и которых будут держать в заложниках и вас шантажировать тем, что с вашими родственниками в России оставшимися будет что-то неприятное, произойдет. Все они убегают, у кого таких, у кого есть возможности. Да, правильный вопрос вы задаете, почему это происходит? Ну, а потому что войны-то никакой нету, ведь Путин не может объявить, вот если бы была война, тогда бы он закрыл бы границы, и тогда бы все военнослужащие не имели возможности никуда уехать, потому что идет война. А так не идет какая-то специальная операция. Ну да, вот в тот момент, когда вы находитесь на фронте или там непосредственном окружении в каких-то областях Ростове, я не знаю, в Воронеже, в Белгороде, в Брянске, в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, туда, конечно, у вас там какие-то ограничения, но дальше вы уезжаете, там же ведь если контрактники, то шесть месяцев, а через шесть месяцев вроде там ротация идет, причем эта ротация идет для русских этнических, то есть для тех людей, которые представляют основную титульную нацию в Российской Федерации, ротация какая-то идет, а вот там бедных тувинцев, каких-то дагестанцев, ингушей и прочих всяких малой народности, их перемалывают на этой войне, и для них никакой ротации нет. и те, кто поумнее используют возможность ротации и возможность отпуска, кстати, они под это дело и получают возможность уехать куда-то за границу на отдых, потому что они говорят, ну вот видите, мы же там своей жизнью рисковали, вот теперь хватит, нам отдохнуть немножко, передохнуть, вот, и пользуются моментом для того, что там в Турцию кто-то уезжает, кто-то уезжает, я не знаю, в Египет, кто-то уезжает в Арабские Эмираты, вот, у кого денег меньше, то едут в Крым, едут на Черное море, там, в Краснодарский край, вот, и тот, кто уезжает за границей, понимает, что, в общем, это момент, когда можно продать свои знания системы изнутри, и тем, чем ближе вы к сердцу этой системы, чем больше вы встроены в какие-то специальные службы, тем интереснее, конечно, вы для Запада, вот, ну, а летчики, естественно, сейчас на вес золота, потому что этот летчик, кстати, может, там, для начала уехать в Штаты, а потом он может вернуться в Украину и летать на F-16, который будет передаваться Украине, и еще принесет свою какую-то пользу, еще может даже и повоюет за Украину. Сергей, ну, вот тут, понимаете, вот спецназ ГРУ, он получил приказ ликвидировать сбежавшего российского пилота Ми-8 спецоперации «Синица» Максима Кузьмина, а его выполнение называется вопросом времени, то есть его уже хотят ликвидировать. Об этом сообщили журналисты агентства. Также Кузьмина считают виновным в убийстве двух членов экипажа. Вот ваш взгляд, все сотрудники и сотрудники ФСО, которые там публично дали интервью, сбежали, значит, спецоперация «Синица», российский пилот Ми-8 Максим Кузьминов, который получил там вознаграждение и так далее от ГРУ, его, от ГУР, точнее, Минобороны, его хочет ликвидировать ГРУ, спецназ ГРУ якобы получил приказ. Насколько действительно это будет выполнено, как вы считаете, что обычно происходит с подобными людьми? Ну, значит, конечно, есть программа там «Смерть предателем», пытаются это сделать, чтобы наказать, при Сталине там, допустим, было там больше, в андроповские времена практически это не существовало, потому что, когда люди убегали, ну, убегали и убегали, да, потому что за каждым не дотянешься, во-первых, во-вторых, вы же понимаете, что такого уровня люди охраняются, так они меняют им фамилии, там никто не знает, где они, кем они становятся и куда, где они проживают. Если только сами, они не допускают какую-то ошибку, то есть, вот, допустим, вот этот пилот вертолета, ему же Украина выплатила полмиллиона долларов, значит, за этот самый вертолет, то есть у него достаточно денег, чтобы испариться и купить себе приличную недвижимость даже в западных, где-то в западных странах, и жить себе под новой фамилией совсем в другом месте. Все будет зависеть от того, насколько этот человек поймет, что ему нельзя ни в коем случае возвращаться в свою старую жизнь. Потому что вот мы видим этого самого Вагнера, бывшего в Норвегии, у которого что-то там происходит с головой, да, потому что он то ли сначала сбежал, а потом теперь вроде нам говорят, что он собирается даже возвращаться в Российскую Федерацию, то есть там странная какая-то ситуация, ну, потому что мы же понимаем, что на самом деле эмиграция окончательно, бесповоротная, так что у вас не будет возможности встретиться ни с кем из ваших бывших школьных, детско-садовских, университетских друзей, там, я не знаю, друзей по военному училищу, вы никогда не сможете ходить ни в какие-то одноклассники и ВКонтакте, в группы какие-то советские, российские, армейские, вашей школы, там, вашего двора, вашего там чего-нибудь еще, вот, и потому что как только вы там появитесь, сразу немедленно, вот там работают красные флажки, там работают боты, там работают аналитические программки, которые вас тут же запеленгуют, запеленгуют ваш компьютер, узнают в какой стране, в каком месте, не дай бог, если вы не отключили геолокацию вашего смартфона или вашего компьютера, то узнают примерно в каком месте вы находитесь и дальше будет запущена операция, но эта операция связана с большим риском для тех людей, которые до той группы, так сказать, расправы с предателем, которая будет куда-то выпущена за границу, чтобы с ним его найти, выкрасть или убить, потому что вы же понимаете, что спецслужбы ждут такие группы, и на самом деле это история с мышеловками и с сыром, то есть такие люди являются сыром в мышеловке, и вот допустим, ну я скажу о себе, я уехал в 2001 году, и наверняка все российские службы прекрасно знают, где я живу и как я живу, но они прекрасно понимают, что если они пришлют сюда, ко мне свою группу для того, чтобы со мной что-то там делать, то их страны НАТО только и ждут, и соответственно для них может пройти все не так гладко, как прошло для Мышкина и Баширова в Великобритании в 2018 году, когда они там смогли подойти к дому Скрипаля и там намазать ему новичком его дверную ручку и так далее. Вот в принципе западные страны проснулись, кстати, раньше это было проще сделать, потому что у западных стран на самом деле они относились довольно благосклонно, и скажем так, у них просто не было достаточно сил и средств для того, чтобы отслеживать вот такие российские российских шпионов, потому что просто у западных стран приоритет отдавался исламистским террористам, на них были заточены все службы безопасности внутренних стран и секретные службы и службы разведки. Теперь мы видим, что к российской угрозе относятся гораздо более серьезно, чем два года тому назад. В прошлом году больше 500 российских шпионов было выслано из стран западных, в этом году уже 200 или 250, то есть на самом деле все легальные шпионы, которые работают в посольстве, они сейчас обложены, их регулярно высылают, и плюс западные службы научились, кстати, выявлять российских нелегалов. Мы это с вами тоже уже обсуждали, когда в Норвегии ловили, в Голландии ловили каких-то российских нелегалов, то есть на самом деле мир стал взаимосвязан, через интернет теперь довольно легко найти каких-то людей, они совершают свои ошибки, вот какая-то дама, вы помните, я вам рассказывал историю нелегалки, которая была в Милане, нет, в Неаполе, которая, значит, открыла свою свермежку недалеко от американской базы НАТО в Неаполе, и все было замечательно, она разыгрывала такую латиноамериканку, очень экспансивную, значит, открыла какой-то там чайный салон, где собирались все светские львицы, дамы, значит, жены американских полковников, генералов, стран НАТО и так далее на этой базе, вот, и она прокололась ночом, что она поехала в отпуск в Россию и в своем профиле российском в Одноклассниках опубликовала фотографию своей собачки, той же самой собачки, которая у нее была в Неаполе. Ее таким образом, кстати, вычислили, но она вовремя вспылась, ее не арестовали ни итальянцы, ни американцы, вот, и сейчас она, значит, сидит где-нибудь там в Ясенево и, с сожалению, вспоминает о своей красивой жизни в Италии в нелегальной разведке. То есть, на самом деле, и западные службы научились теперь ловить и российских шпионов, и российских нелегалов, и российских убийц, и по этому поводу для них тоже это будет не так просто, тем больше, что вы понимаете, что когда речь идет о каких-то очень ярких фигурах, как вот эти самые офицеры ФСО, как эти пилоты, которые, в общем, действительно интересны для западного мира, у них есть средства безопасности, такие средства безопасности, кстати, у Осечкина, который живет во Франции, у Марка Фейгина и так далее. То есть, ну, понятно, что ключевые фигуры охраняются. Охраняются именно спецслужбами, правильно я понимаю, Сергей? Конечно, охраняются спецслужбами, и самое главное, что теперь ведь это очень просто делать и спецслужбам, потому что раньше надо было, ну, я не знаю, какая полиция западного государства поставит к вам, там, представит наряд, который будет меняться, там, каждые 8 часов, значит, 7 дней в неделю, 24 часа, это огромное количество народу. Теперь все это не нужно, вас просто обложат камерами, которые не стоят ничего, стоят копейки, которые вещают в прямом эфире, значит, все ваше жилище обложено, все ваши подходы к вашему жилищу, все эти камеры абсолютно незаметны, все это, там, булавочные головки, если в квартире, там, я не знаю, маленькие-маленькие ящички с этими камерами, которые внешне работают, у них теперь, по нынешнему развитию, кстати, так сказать, техники позволяют практически без ограничений по времени, потому что вот в мое время, там, при КГБ, самая главная проблема у такой аппаратуры были батареи, да, аккумуляторы, потому что они могли просто очень быстро выходить из строя, теперь эти аккумуляторы ставятся маленькая-маленькая, значит, солнечная батарея, и таким образом эта камера работает абсолютно без ограничения по времени, вот, и в этом смысле все схвачено, плюс не нужно даже иметь людей, которые будут этим заниматься, потому что анализ картинки делают компьютеры, анализ картинки какие-то люди, которые возникают грубо говоря в радиусе двух километров вокруг вас, все камеры наружного наблюдения, все камеры там банков взаимосвязаны, и компьютерная программа читает лица, а лица разведчиков тоже собраны все, потому что все те, кто прошли через легальные резидентуры, они все в базе данных компьютерных специальных служб, все те, кто подозревались в принадлежности к разведке, они все в базе данных компьютерных служб, и как только где-то они появляются в аэропорту, я не знаю, там в фирме, где они будут снимать автомобили, все, сразу загорается красная лампочка, а дальше ждут, когда они придут за сыром, и главное же поймать их для правовой системы западной, главное поймать их с поличным, то есть чем ближе они к сыру подберутся, тем значимее будет потом процесс их ареста и, соответственно, суда. Сергей, в завершении очень важная тема для вас, как для сотрудников шпионок КГБ, вот это действительно именно с вашей точки зрения оцените ее. В Америке произошел шатдаун, Конгресс США принял временный бюджет без помощи Украине, значит, что это значит? Далее, Пентагон предупредил Конгресс о возможных проблемах с отправкой оружия Украине из-за нехватки финансирования. В это время Илон Маск делает этот пост Зеленским, которому он говорит, что вот он, когда пять минут не попросил помощи, Илон Маск, которого связывают с спецслужбами России, что, мол, у него была дама сердца из ФСБ, плюс он любит звонить Путину. Ну и далее, что вот опять-таки издание политика, издание, которое постоянно делает такие очень контроверсийные информацию конспирологическую, оно обнародовало секретный план Госдепа по Украине, значит, там коррупция считает серьезной угрозой политика, ну и сейчас создается такое информационное ощущение, что США готовы свернуть военную помощь Украине, учитывая, что Путин готовит зимнее наступление. Как вы видите ситуацию? Это вот завершение нашего сегодняшнего стрима. Во всем, в том, что вы рассказали, ключевое слово ощущение. Это именно ощущение. Это не реальность, а это ощущение, которое создается целенаправленно, создается, да, в средствах массовой информации, в западных средствах массовой информации. Мы знаем, что теперь и главные газеты, такие как Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, могут публиковать такие же статьи, где такая маленькая музычка, что все устали, что Запад сдает Украину и так далее. Все это на самом деле не соответствует действительности, потому что надо понимать, что есть внутренние западные реалии, вот, допустим, с этим шатдауном. Это абсолютно не сегодняшняя реалия. Таких шатдаунов за последние 20 лет было 14 штук. И там все президенты последние, все в определенный какой-то момент были, перед ними стояла проблема этого шатдауна, потому что она организуется всегда противоположной партии. Потому что президент находится в Белом доме, Конгресс выделяет деньги, в Конгрессе есть двухпартийная система, и, соответственно, даже довольно много президентов правила, когда в Конгрессе руководила партия противоположная, и она, естественно, создает все проблемы для человека, который сидит в Белом доме. То же самое сейчас республиканцы устроили Байден. Значит, Байден демократ, республиканцы в Конгрессе устроили проблему, такую, они сказали, что мы не будем голосовать до тех пор, пока там что-то там не будет. И для Байдена главная проблема, его не избирали в Украине. Байден не избирали в Украине. Мы должны отдавать себе, украинцы должны отдавать себе отчет, что для Байдена проблема, главная Соединенные Штаты Америки, его собственная страна, его собственные избиратели. И поэтому, когда у него не голосуется, допустим, государственный бюджет, и вдруг на какое-то время останавливается финансирование полицейских, ученых, учителей, медицинских работников, социальных работников, безработных, и там всех чиновников его собственной администрации, каких-то там федеральных администраций и так далее, то, конечно, для него это огромная проблема политическая внутри Соединенных Штатов Америки. И он, конечно, будет делать все для того, чтобы внутри своей страны со своими избирателями урегулировать эту проблему. Даже если для того, чтобы ее регулировать, как это было в последнем варианте, ему придется снять временно вопрос о показании какой-то финансирования помощи для Украины. Но для Украины это тоже не означает ничего катастрофического. Это не значит, что вот сейчас не проголосовали эти 24 миллиарда, которые платил Байден, 6,5 миллиардов, которые готов был дать ему, допустим, Конгресс. Это совершенно не означает, что вот завтра все закончилось, все, самолеты не летают, танки не едут, ничего не едет, не летит. Потому что тот пакет, который уже сейчас согласован, в нем все будет продолжаться, никаких проблем нету. И разговор идет только о будущих периодах, потому что мы же понимаем, что все равно даже то, что голосуется, вот там, допустим, голосовалось, я не знаю, 20 миллиардов на предыдущий пакет помощи. Но реально поставлено из этих 20 миллиардов, допустим, 10, и то есть там остается еще 10 миллиардов недопоставленных в рамках того пакета, который уже проголосован. И так что в этом смысле украинцы не должны переставать спать тихо, спокойно и бояться, что у них закончится вооружение и финансы, которые им обещали. Потому что кроме Соединенных Штатов Америки, кстати, им помогает и Западная Европа вам помогает. Если взять общий объем помощи, то Западная Европа те же самые 100 миллиардов, которые вам предоставили Соединенные Штаты Америки, то есть, в принципе, сопоставимые цифры, и вообще коалиция, которая стоит за Украиной, это 55 государств. То есть, в этом смысле ничего не остановится и все продолжается. Просто у Байдена возникла его конкретная внутренняя проблема, которую ему надо было срочно решить. И вот он решил ее за счет того, что он из этого текста, вот из этого конкретного текста снял конкретную цифру помощи Украины и тут же сказал, что мы теперь готовим отдельный текст, который будет говорить только о помощи и он пройдет скорее всего без сучка и задоринки через Конгресс, потому что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка помощи Украине. Только отдельные отмороженные лица вроде Маска и Трампа, которые говорят о том, что все надо прекращать. И, кстати, на самом деле это тоже просто трипология. Трипология, потому что идет уже президентская гонка следующего года и в этой президентской гонке надо трепаться языком одним, но если даже Трамп вернется обратно в Белый дом, это не будет означать, что помощь Украине закончится, потому что президент может объявлять о чем угодно, но дальше есть Конгресс, потому что еще будет нам любопытно узнать, а с каким Конгрессом будет править Трамп, а какое будет большинство в Палате Представителей, а какое будет большинство в Сенате, и мы знаем, что тогда, когда Трамп правил, у него, например, было большинство демократическое в Конгрессе, и у него в течение четырех его лет правления практически три года он вынужден был править декретами президента, потому что Конгресс не выделял ему деньги на его сотрудников, не выделял ему деньги на его государственный бюджет, то есть на самом деле в Америке это очень сложно, и все президенты научились этим жить, так что спите спокойно. Да, в Америке есть такое понятие, как институции, которые независимо от фигуры президента работают как часы, этим отличается, как говорится, Америка от других стран, как говорится, лидер свободного мира и главная демократия в мире. Друзья, в заключении еще по информации насчет Илона Маска, я должен сказать, что это абсолютная подлость, абсолютная подлость аутиста. Маск, надо понимать психологию этого человека и историю этого человека, потому что это, безусловно, почти гениальный человек в технике и почти гениальный человек в бизнесе, потому что то, что он сделал, его фирма и Тесла, и его фирма SpaceX, которая летает в космос, это, безусловно, огромный прорыв технологический и в Соединенных Штатах Америки и для всего мира. Но в обычной жизни Маск абсолютный подлец, просто, по-человечески, вот точно так же, как Трамп, абсолютный хам и подлец. И можно их разделять вот их роль как президента для Трампа и как бизнесмена для Маска. И человека. Вот Трамп хам и подлец, и Маск подлец абсолютный, хотя очень гениальный и очень умный человек. И то, что он сделал, это абсолютная подлость, потому что насмекаться над страной, в которой ведет войну против державы, ее во много раз превышающей и по населению, по территории, по военной мощи, и насмехаться публично над страной, которая терпит потери сотен людей, тысяч людей на фронтах, это просто человеческая подлость. Маск этого не понимает, потому что он аутист, потому что он не воспринимает человеческие эмоции так, как воспринимает нормальный человек, и в этом смысле, конечно, он урод абсолютно моральный. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, что вы думаете об этом стриме, ваше мнение о ситуации в целом, поддержите YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на него, поддержите мой YouTube-канал Даша Счастливая, подпишитесь на него, пожалуйста, а если вы смотрите нас, телеканала прямой, нажмите на название этого видео, там будет возможность подписаться. Дважды в неделю известный спикер, бывший сотрудник КГБ внешней разведки Сергей Жирнов на моем YouTube-канале. Сергей, я благодарю вас, что вы всегда со своим нетривиальным, нестандартным взглядом, очень серьезным юмором, я бы сказала, кладезем инсайдерской информации, вы всегда блистаете на моем YouTube-канале, спасибо вам большое, и до скорых встреч. Спасибо.